Так вот редкостное событие, да? Когда 15 марта месяца на улице утром 25 градусов. Я такого, честно говоря, не припомню. И поэтому у меня замерзает мой радиомикрофон. И поэтому я сейчас беру вот просто микрофон и вместе с этим микрофоном вам говорю, куда вы должны приехать за автомобильными запчастями. Уж поверьте мне, я много-много-много в магазину города приехал и сказал, что дешевле, чем здесь, места вы не найдете. Как вы прекрасно представляете, я верю в себя. Итак, вера моя видимо мною. Если вы знаете магазин игрушек, вы будете также знать свое авто. И ездить никуда за запчастями не будете. Потому что здесь есть все по цене меньше, чем на ebay. Все же говорят о запчастях. Запчасти должны быть. В наличии, естественно. Почему я езжу на машинах и почему я в большей степени экономлю? Поверьте мне, я-то знаю, как с машинами вращаться, да? Было такое у меня один раз или два раза. Когда подшипник сначала сломался, в Турции случилось. А другой раз у меня нижний шаровый выскочил. Прямо рядышком с тем сервисом, где мне сказали, что у тебя с шарами все будет очень хорошо и красиво. В остальных случаях я прекрасно начинаю понимать, что если что-то с машиной случается, я стараюсь ее не колбасить. И в этот самый момент я приезжаю куда? Правильно, в свое авто. Потому что для меня интересен другой вариант. То бишь, я не собираюсь деньги ни за что переплачивать. Потому что, извините, мозги-то тоже есть у меня в том числе. То есть я готов подождать. Можно, конечно, купить сегодня и сейчас. Вот, пожалуйста, огромное количество фильтров. Масляные фильтры, да и для дизелей тоже есть. Кроме всего прочего, ну, тут и колодки есть. Но если вы аккуратно ездите, если вы понимаете, то, в принципе, обратившись сюда и задав вопрос, вы можете найти подешевле, чем это не принцип в вашей жизни. И потихонечку уже потом в городом одиночке все это дело поменять. То есть я не вижу никаких проблем для смены тормозных колодок. Я не вижу никаких проблем для смены фильтров. Я не вижу никаких проблем для смены масляных фильтров. Все делается легко и просто. Итак, почему вы сюда пришли, в СВ-Авто? Ну, потому что меня все устраивает. Товар приходит в кратчайшие сроки и качество товара надлежащее. То есть нормально все, да? Да, и цена дешевле, чем везде. Мягко говоря, так скажем. Да, я как бы везде там бывал, но здесь лучше всего. Мы поговорим о методах действий. Так вот, методы действий в России. То есть методы действий в России, когда у нас машина прекратила быть чем-то божественным. Так вот, она прекратила быть чем-то божественным всего 15 лет уже. Когда у нас пошли кредиты. Ну, я туда тоже залетен как-то. Но тем не менее. Но тем не менее. И вот тогда мы сказали, что машина для нас это весьма интересное транспортное средство, да? Но в отличие от нормальных стран, где машины работали для людей, у нас все немножко перевернулось на круги свои. И сейчас мы видим те машины, которые уже должны быть. Давайте все-таки определимся, чем Америка хороша. Тем, что в Америке всегда машины были для людей. Все время Генри Форд так и сказал. Машина должна быть у каждого, а еще лучше, если их будет не одна. И поэтому, когда мы говорим, что с Америкой все сложности, я объясняю. Поверьте мне, на 350 миллионов человек американцев, у них там автомобили, ну, у каждого по две, естественно. Может быть и по три. То есть мы никогда с Америкой не сравняемся, уж поверьте мне. В связи с этим, американцы, когда покупают свои машины, они задают единственный грамотный вопрос. Сколько будут стоить запчасти? И вы мне не надо рассказывать сказку, что американцы покупают чисто такой автомобиль, на который... Во-первых, нет, американцы никогда этого делать не будут. Во-вторых, запчасти на американские машины, да вы хоть где угодно посмотрите, так же, как в принципе в Японии, они вообще не стоят сильных и больших денег. То есть мы когда будем говорить, то, чем занимается СВА, то, что на Октябрьской 22, так это оно вам демонстрирует те самые цены. И вы, в принципе, можете себе у головы уже не заморачиваться. Спокойненько брать любой автомобиль, бэушный, можно новый, без разницы. Но я все-таки скажу, что видите, какая ситуация. Я также купил себе новый автомобиль, корейский. О, клево. Через два года случилось, через два-три года случился такой товарищ. Прямо передо мной так встал, а я что-то ехал домой, засмотрелся на дом. Хлоп. Смотрю, где-то никого спереди. Кого я врезался, непонятно. Капотный. Ну да ладно. Вышел на улицу. Оказывается, я из девятки сделал АКУ. То есть, я ему так хорошо врезался, что он уши и вылетел вниз. И когда я задал вопрос, сколько стоили запасные части на новый автомобиль, я, мягко говоря, так немножко прифигел. То есть, такие цены. Поэтому я вам говорю, зачем вам новый автомобиль, господа мои. Также ездите на бушном. Хорошо его сделайте здесь. Я вам 250 раз говорю, что когда вы обращаетесь сюда, вы можете заказать запасные части, сделать из своего автомобиля изумительный вариант, да такой, который еще вам даст фору. Потому что вот у меня я себе купил замечательный Nissan Avenir. 75 тысяч рублей. Сегодня и сейчас, благодаря SW-Auto, эта машина просто в идеальном состоянии за какие-то копейки. Так что мой вам вариант. Куда ехать? Естественно, у вас в авто. Где все это находится? Вы знаете, напротив аквапарка. Я сегодня не буду говорить о количестве запчастей. Они, по сути, не нужны в том состоянии. Состояние другое здесь присутствует. Они разбираются, и он их каждый день. Штук 50 разбирают владельцы иномарок. Так вот, как мне нравится Китай. Он реально хороший. По сути событий, давайте все-таки определимся. Насколько хороший город Магнитогорд? Тоже очень хороший и качественный город. Круче него я бы не нашел вообще. Ну, есть несколько мест, куда бы я в Россию переехал. Это не Москва. Это не Санкт-Петербург. Это не Екатеринбург. Нет, нет, нет. Туда я даже не поеду. В каком еще в городе вы можете целиком его проехать за 12 минут? Ну, в каком? Да ни в каком. Ни в каком. В каком городе мы сейчас покупаем запчасти? В одном, единственном и грамотном месте. Это СВРТ, что на Октябрьской, 22. Теперь, когда мы говорим вот этот стендапчик на начало сюжета, перед нем, то есть просто поговорим о том, сколько Китай делает металла. Так вот, он делает металла в 50 раз больше, чем Россия. Ну, вы же прекрасно понимаете. 2 миллиарда человек. То же самое. И сейчас, да и вообще, китайцы, они крутые. Реально крутые. Потому что, если бы не Китай был бы у нас, я бы, наверное, самолетов бы и не летал. Сейчас я летаю на замечательных самолетах с электрическими моторами, сделанных в Китае. О, клево. То же самое, как вы представляете. Китайские замечательные инструменты, они реально крутые. Вот прошлый год, год петуха, ушиб у меня 3 набора инструментов. Один из них у меня хлопнули в аэропорту в Уфимском. Другой из них у меня в одном и том же месте 2 инструмента сперли. Клево было, просто офигенно. Ну, а потом я купил такой же китайский инструмент. И после этого вы мне не говорите, что я не умею с машинами заниматься. Если будем честно говорить, что, ну, круче меня процентов, наверное, 10 тех, кто лазит туда, куда я не могу залезть. Потому что я не собираюсь двигать их залазить. Хотя, почему нет? Тоже можно сделать, в принципе-то. Было бы желание. Вот. В достаточном скором времени, если я не найду нормальных людей, которые захотят со мной работать, наверняка вы будете коробки ремонтировать только со мной. Потому что я сейчас плюну на все дело. То есть человек с двумя высшими образованиями, практически полноценный кандидат технических наук. То есть это я и есть. Наверняка разберется, как это все делается. Наверняка разберется. Но в любом другом случае, даже если мне что-то нужно будет, я куда обращусь? Только в СВАвто. Потому что мы работаем по грамотному китайскому принципу. Давайте продадим многое сегодня и сейчас, чем будем ждать одного странного человека, которому странно напоют песни, который странно за какие-то бешеные деньги купит запчасть. Но, ребят, такого же не существует. Если к вам так говорят, то, ребят, мой вам совет. Бросите вы эту машину и никогда эту машину больше не покупайте. А лучше все-таки, посмотрев мои сюжеты, либо в автостопе, либо в конце концов залезть на ютюбе, вы это дело поймете. Где самые недорогие и очень качественные запасные части для вашего автомобиля. Математика, в принципе, простая. При хорошей раскрутке всей домарки города, забыв про дилерские центры, будут покупать запчасти здесь, в СВАвто, что на Октябрьской, 22. Вот как-то так. Я-то знаю. Так что, господа, зачем вам глухой и неправильный бизнес с запчастями? Уж слейте их и занимайтесь другими. Потому что за телевидение, а телевидение это главнее, газетенок и радио, отвечаю я. Да, к сожалению, меня везде и всюду отправляют. Да, мне везде и всюду говорят. Вау, у нас будет интернет, а у нас с интернета руль. Ребятки, я как человек, у которого есть свой интернет-ресурс, точнее YouTube, вам объясняю. Поверьте мне, интернет, по сути событий, это чисто английский канал. Если вы не будете говорить на английском языке, просмотров не будет вообще. К слову о том, можете ли вы говорить на английском, я-то умею. К слову о том, для чего я все это делаю. Я показываю суть магнитогорских событий, да. Что у нас есть, к чему мы стремимся. И вы что там думаете, что я там деньги зарабатываю? Да уж поверьте мне, у меня там 2200 сюжетов. Ну, примерно, чуть больше. Прыгает. Чтобы я там какие-то деньги, да нет, конечно. Ну, вы что, смеете что ли? Да нет. Это просто рассказ. К слову о том, что у нас различные товарищи говорят, что вот, наш интернет-ресурс круче всех. Поверьте мне, этого не будет. К слову о том, что ну вы там по ушам все проезжаете и думаете сами, что вы будете делать. После того, как меня посылаете куда угодно. Я каким-то образом прочитал Гарри Гаррисона. Я любитель фантастики, да. И по сути событий, если бы я не был бы любителем фантастики, наверное, ничего такого красивого бы не получилось. Так вот, Гарри Гаррисон также определился. Говорит, ребят, круче телевидения нет ничего. Ну, ничего нет. Я поэтому сразу говорю, тут не я вам сказал, тут вам сказал качественный фантаст. Произведение которого в действительности мне очень нравится. Его материалы просто супер. Все идет к тому моменту. И поэтому, ребятки, вы меня можете послать куда подальше. А может, вы сами куда-нибудь подальше пойдете. По одной простой причине. Большего и правильного человека, чем СВАвто, которое располагается на Октябрьской 22, я не видел. И думаю, мне больше-то и не нужно ваших весьма странных советов. Мне этот человек больше необходим.